Продолжение следует... Рельефы и так далее уже подробно в одном ролике. Более-менее подходящий, я так понял, что для печати. Первый вариант будем рассматривать опять же, как и в 7-ке, и в 19-е, и в 18-е, и в 8-ке через Альфу. Открываем Альфу и импорт подгружаем сюда именно картинку. Находим ту картинку, которую просили рассмотреть. Сейчас всё это дело подгрузится. Самый быстрый способ, наверное, сделать именно панно, это вот зайти в Альфы и нажать To Mesh. Вот здесь появляется уже готовое панно. Вытягиваете левой кнопкой мыши. Вот так всё это выглядит, но сбоку всё это страшней. Shift, левая кнопка мыши выравниваем. Здесь вот, кстати, немного кривовато устанавливается вот эта вот моделька. Именно вот эта вот To Mesh. И нужно переключиться на MOV и именно от Gizmo чуть-чуть это дело всё сплюснуть. Можно, конечно, в деформации, но можно и так. Приближаем, смотрим, вот такое вот качество. В принципе, неплохое, всё проработано. Вот задний фон. Но если нужно, допустим, убрать задний фон, то здесь уже давайте рассмотрим другой вариант. Теперь давайте рассмотрим способ, который больше мне нравится. Это вот заходим в Тулы, находим план 3D. Вытягиваем его вот так. Жмём Make Polymesh. Shift, левая кнопка мыши. Так, пардон, Ctrl N. Вытягиваем план. Жмём Edit. Make Polymesh. Жмём Shift, левая кнопка мыши. Выравниваем план, если он сбился. И вот делаем теперь развертку именно вот этому плану. Заходим в The Plugin. Находим UV Master. Находим Work on Clone. Нажимаем, жмём Unwrap. Делается развертка. Следом заходим в The Plugin. Опять же в UV Master. Делаем копию UVS. Нажимаем на план. И теперь применяем именно развертку. К этому плану паст. Вставляем. Так, следом. Жмём Frame. Пальц, левая кнопка мыши. Уменьшаем всё это дело. Теперь смотрим, что тут можно сделать. Опять же, поле F включаем. Жмём Ctrl D. Ctrl D. Добавляем Divide. Можно прям до миллиона прибавить, чтобы уже чёткая была именно работа. Так, как выглядела. Заходим теперь в текстуры Map. И подгружаем, типа развертки что ли, картинку Import. Находим эту картинку. Вот так вот. Жмём Открыть. Она вставляется автоматически. Вот так всё это дело выглядит. Поле F можно отключить. Следом делаем маскинг. Masking must be color, must be intensive. Делаем всему этому типа маску. Так, следом. Тут надо посмотреть, какие детали именно присутствуют в маске. Сейчас мы поэкспериментируем. Заходим в деформацию. Находим. Можно Offset. Всё это дело по оси, допустим, Z. Прибавляете. Вот такая штука получается. Всё, вот вы видите, прибавилось. Или уменьшилось. Сейчас надо будет всё это дело смотреть. Заходим теперь в текстуры Map. Жмём, так, New Textures. И смотрим, что у нас вообще тут получилось. Левая кнопка мыши. Ну вот, где-то вот такое вот качество. Можно ещё больше прибавить полигонов. Ну, в принципе, неплохо так выглядит. Давайте рассмотрим другой вариант. Вы видите, что задний фон более-менее чистый. Чисто у нас выполняется здание, передний план. Остальное замаскировано, оно не работает. Ну, вот облака тут есть. Всё прикольно. Жмём, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И можно в деформации. Опять же, здесь подгружена текстура. И заходим теперь в деформацию. Опять. И попробуем теперь не offset, а попробуем inflat по всем осям. И потихоньку всё это дело надуваем. Так, всё это надуто. Заходим теперь опять в текстуры Map. И жмём New Textures. Вот вы видите, что качество более-менее лучше. Но нужно прибавить больше именно полигонов. Тогда будет качество более-менее чёткое. Тут, в принципе, можно добавлять до трёх миллионов. Будет вообще классно. И вот вы видите, что inflat прям хорошо всё надувает. Внешний вид удовлетворяет. Ну, рассмотрим ещё варианты именно по обработке картинки. Она может, картинка не подходить. И тогда будет качество очень гадкое. Заходим теперь давайте в Photoshop. И посмотрим, как можно обработать картинку. Так, вот Photoshop. Тут чуть-чуть у меня обрезано. Буду говорить, что нажимаю, а там будет видно. Потому что рамку по экрану взял чуть-чуть меньше. Вот есть основная картинка. Её можно сделать. Заходите в фильтры. И находите, допустим, вот можно использовать искажения, оформление, рендеринг и так далее. Можно зайти в изображение. Вращение изображения. Так, слои. Новый слой заливки цвет градиент не то. Слой маска. Новый корректирующий слой. Вот он. Вы его находите. И можно, допустим, сделать чёрно-белое изображение. Нажать ОК. Вот у вас получается чёрно-белое изображение. И нужно сделать вам два варианта. Это вот заходите опять же в слои. Находите новый корректирующий слой. И можно сделать инверсию. Получается вот такой вариант. И вот всё это дело нужно пробовать. Какой вариант более-менее качественно подойдёт. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот можно также выделить края. Вот можно вот такую картинку использовать. Вот она может быть уже будет чёткая. Здесь вот именно выделены уже чёткие именно здания и так далее. Вот давайте его попробуем. Так, это файл. Заходим. Сохранить как. Сохраняем в формате JPEG. ОК. Качество более чёткое наставить. Так, теперь опять же шаг назад. И попробуем изображение именно, так, редактирование. Опять же. Сейчас, пардоньте. Заходим в слои. Новый корректирующий слой. И вот здесь ещё можно поиграться именно в фотофильтр. Поиск, пастеризация, цветовой баланс. Так, фотофильтр можно вот нажать. Посмотреть, как он будет. Вот тоже чуть-чуть преобразилось. Чётче стали колонны. Словом, очень много тут вариантов. Можно вот зайти, допустим, в другое. Найти цветовой контраст. Жмём ОК. Получается вот такая картинка. Её можно тоже попробовать. И следом можно в изображении, так, пардон, можно зайти в слои. Новый корректирующий слой и попробовать её преобразовать в чёрно-белый ещё. Ждём. Вот получается вот такая вот картинка. И теперь её ещё можно инвертировать. Допустим, новый корректирующий слой и инверсия. ОК. Вот получается уже как карта глубины получается уже приблизительно. Вот можно теперь, так, сохраняем. И сейчас все их посмотрим, как они работают. Так, 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 так. Сохранить как. Опять же, заходим, жмём JPEG. Сохранить. И сейчас опять пойдём именно в ZBrush. Посмотрим, как всё это дело преобразуется. Заходим в ZBrush. Откатываем всё это дело назад. Жмём Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Смотрим опять же сетку. Можно ещё добавить, наверное, сетки Ctrl-D. Будет сейчас где-то... О, 4 миллиона нормально. Будет, может у меня сейчас подтуплять. Ну, в принципе, зато качественное будет изображение. Ну и попробуем разные. Допустим, вот сначала давайте с инверсией вот эту вот, которая выделена именно все вот эти обрисованные башенки и так далее. Ну, не знаю, как она называется. Так, теперь опять же заходим в Masking. Нажимаем Mask Be Intensive. Заходим теперь в Subtool. Да, чуть-чуть подгоняет у меня. Не хватает моему аппарату, видать, таких объёмов. Выключаем именно кисточку. И теперь смотрим в деформации, как это всё дело у нас получится так. Оффсетом сначала поработаем. Вот так. Ого! По-моему, качество будет. Сейчас смотрим. Это offset. Текстура Map. Заходим, отключаем Newt Texture. Ну вот, конечно, качество не очень. Всё это дело откатываем и попробуем сейчас именно инфлатом надуть. Так, заходим в деформацию и попробуем. Так, здесь ещё Ctrl-Z. Вот, возвращаем картинку. И теперь попробуем просто инфлатом надуть и что получится. Немного подтупляет. Но ничего. Так, так, так. Только не вылетим. И теперь текстура Map. Жмём Newt Texture. Смотрим. Ну, в принципе, качество плоховатое. Да, вот это вот неплохо так, в принципе. Но нужно теперь инвертировать, попробовать. Слово. Вы картинку, когда делаете, нужно постоянно смотреть и поймать именно вот этот вот правильный подход, так сказать. Нажмём теперь Ctrl-I. Инвертируем маску и посмотрим, что у нас получится с инвертированной маской. Деформация. И попробуем опять инфлат. Так, так, так. Надувайся. Стоп. Всё. Теперь опять же текстуры Map. И заходим в Newt Texture. Ну, вот уже качество вроде получше, но это уже как нарисованное, выдавленное. Так, ладно. Это не подходит картинка, хотя многообещающая была. Всё это возвращаем Ctrl-Z. И подгрузим теперь именно чёрно-белую, инвертированную уже. Посмотрим, как она себя поведёт. Так. Вот эту сейчас поставим. И заходим опять же маскинг. Must be Color, must be Intensive. Жмём Ctrl-I. Смотрим, так. Какая выдавится чёрная, а ли задняя. Деформацию. Так, в Subtool кисточку отключить. И попробуем в деформации Inflat. Так, заходим, смотрим теперь текстуры Map. Newt Texture. Вот. Это качество уже прям-таки хорошее. И всё вот выдавлено. Рельеф не слишком толстый, не сильно искажён. В принципе, нормально. Так. Ну, с этим надо экспериментировать. Любую картинку, любой фильтр ставите. Так, давайте теперь всё это дело сбросим. Нажмём Preference, Init the Brush. Жмём Да. Немножко подождём. И теперь эти картинки через 2Mesh попробуем посмотреть, как они себя поведут. Также, в принципе, можно всё это дело вылепить. Ничего тут сложного нет. Это вот шестигранники, купола. Всё здесь есть. Вот, втулы заходите. Допустим, так, где вот купол уже готовый. И вот чисто обрезать надо. И немножко башни подогнать. Ну, надо, конечно, посидеть будет. Помаяться. Ну, будет результат хороший. Так, импортируем опять же в альфы вот это всё. Вот эту вот картинку. Так, попробуем давайте вот это вот. И теперь заходим в альфы и жмём 2Mesh. Вытягиваем. Здесь слишком много шума. Ну, посмотрим сейчас результат. Уменьшаем толщину. Там нет. Всё чётко, всё классно. Ну, сзади вот именно, как прорезанный пикселями задний план. Так, смотрим теперь. Всё это дело можно убрать. Жмём switch. И жмём control and. Теперь заходим в альфы и подгрузим. Так, какая она тут ещё есть? Ну, вот, допустим, инвертированная. Вот это. Так, вот, вот это мне интересно. Она вообще качественная, прикольная. Но, как она себя тут поведёт? Вот, from mesh. Можно зум поменять и так далее. Окей. И теперь жмём эти альфа и 2Mesh. Вытягиваем. С корректированным размером всё это дело выглядит вот таким вот образом. Теперь немножко это всё дело уменьшаем. Можно ещё немножко уменьшить. Ну, вот, тут это вот качество уже прикольное. Если теперь добавить дивайдов до миллиона, то вообще получается всё чётко, красиво. Ну, опять же, нужно ловить. Это вот чисто выдавленное. А так смотрится неплохо. Ну, это вот чисто полосы выдавливаются. Так, теперь давайте опять же поставим альфу. Импортируем. И попробуем. Так, какую. Ну, вот эту чёрно-белую теперь. И теперь альфа и жмём 2Mesh. Frame уменьшаем. Вот такая получилась. Это тоже будет вдавленная. Когда будете делать именно картинку, чтобы вот мечеть была полностью выдавлена, не вглубь вырезана, допустим, то нужно делать, чтобы она, инверсия была белая. Так, ещё одну картинку попробуем. Так, вот это что у нас? Вот это вот уже белая картинка. Это тёмная, она вглубь вдавливается, а белая уже инверсия должна её выдавить внаружу. Вот, это уже наружнее будет. Да. Вот таким вот образом. Уменьшаем. Ну, вот такой вот инверсии, неплохое качество мечети. Вот, всё проработано. 874 тысячи полигонов. И можно всему этому Ctrl-D добавить ещё. Вот, 3 миллиона полигонов. Вообще смотрится шикарно. Вообще всё чётко. Если агрегат позволяет, можно до 6 миллионов полигонов догнать. Вообще картинка будет качеством играться. Вот так всё это дело делаете. И тут уже подбирайте толщину вот этого рельефа. Можно его ещё поменьше сделать. Вот так вот. Вот вы видите, что ещё убрались именно более-менее неправильно выдавленные детали. И она стала ещё вот чётче. Вот такая вот мечеть. Даже вот видно всякие части, как ангелы или кто тут, я не знаю. Ну, какие-то части, конечно, будут сдавленные. Какие-то выпуклые. Это уже от картинки зависит. Нужно экспериментировать. Ну, вот такое видео. Всё. Всем пока. До свидания. Потом будем рассматривать ещё другие варианты, какие попадутся. Хочу ещё раз смотреть в 3D-клад, как наподобие такого делать. И в блендер. Всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok